Поводом для обсуждения вопросов безопасности стала недавняя трагедия, произошедшая в Шумкенте. В результате взрыва была разрушена двухэтажная времянка. Погибла молодая женщина, пять человек пострадали. Главная причина взрыва уже установлена. Как установила рабочая группа, газификация времянки была произведена самовольно хозяином дома без соблюдения правил пользования газом быту. Кроме того, в помещении для отопления использовался камин иранского производства, конструкцией которого не предусмотрен дымоход. Камин был присоединен к шлангу, через который получал газ с обычной изолентой, потому что диаметр шланга и штуцера камина не совпадали. Открылась в ходе круглого стола еще одна деталь. Владелец дома, переоборудовав гараж под времянку, в которой жили квартиранты, не потрудился оформить технический паспорт на новое строение. По документам у него там нет времянки. Гараж. С начала отопительного сезона в Южно-Казахстанской области произошло 126 несчастных случаев, в которых погибли 11 человек. Шесть из них – дети. Всех этих трагедий можно было избежать, говорят специалисты. Мы ведем постоянную работу по информированию населения, проводим сходы, крутим ролики на телевидении, печатаем в газетах, но люди не обращают внимания. Видимо, думают, что это их не коснется. Нередко под видом проверяющих по домам ходят мошенники, и обезопасить себя можно только одним способом. Тем более сейчас компаний, оказывающих услуги по техническому обслуживанию, в городе очень много. Эти компании нам не подчиняются. Я могу только напомнить жителям, что основанием для оплаты ТО, ВДГО могут служить договор, акт выполненных работ и квитанция. Отдавать деньги только за то, что к вам пришли и ничего не сделали, нельзя. Представители спасательного отряда, в свою очередь, попросили в случае ЧАЭС прежде всего звонить по номеру 112 и только потом в скорую полицию, потому что от того, как быстро спасатели прибудут на место, зависит человеческая жизнь и порой не одна.